Здравствуйте! С вами Файзульна Полина, заместитель продюсера премии «На благо мира». И сегодня мы пришли на премьеру спектакля «Лавр» в Амхат имени Горького. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ПетЕри Это шедевр, да? Это такой вот образец современной русской большой настоящей прозы. И когда из этой прозы нужно что-то выбирать, в момент выбора он всегда очень ответственен и он сложен. А выбирать было необходимо, потому что такой объем невозможно вместить. И даже в большой спектакль, где два акта, продолжительные большие акты, и все равно все, что написано в романе, вы, те, кто читал этот роман, понимаете, что на сцену перенести просто невозможно физически. Поэтому вот вопрос выбора, он был для меня самым сложным. И я надеюсь, что судя по результату, автор за этот выбор меня не упрекнет. У меня такой вопрос. Вопрос веры и нравственности, он достаточно неоднозначен. Тогда и сейчас, наверное, тем более. В работе над спектаклем, как вы подошли к данному вопросу? Как вам удалось настроить команду актеров на единый тон, на единый лад? В нашей команде есть, мне кажется, хорошее сочетание людей, которые первый раз работают друг с другом. Например, мы, если они так, конечно, мы первый раз встретились, и мы не работали, не сотрудничали. С другой стороны, Алиса играла, я даже уже не скажу, в каких спектаклях, сколько мы вместе всего сделали. Это были десятки поэтических, больших спектаклей. Она играла главные роли в спектаклях, в политеатре, которые я продюсировал. Она играла главные роли в спектакле, которые я ставил как режиссер. Она играла роли в спектакле, где мы вместе, я даже несколько раз выходил на сыро как актеры, тоже рядом была Алиса, то есть это, ну, другая Алиса, Алиса Меликова. Вот эти же спектакли в политеатре оформляла как художник, как сценограф. То есть это в любой серьезной творческой группе, мне кажется, должны быть люди, которые уже долго друг с другом в близких отношениях находятся. И тогда, и тогда вот эта общая энергия уже позволяет, ну, как-то привлекать новых. Вот как у меня произошло с Дмитрием Певцовым, его, к сожалению, сейчас нет, я сказал о него спектакль. Но для меня это, ну, абсолютное счастье. То, что мы встретились с Дмитрием, и то, как он себя проявил во всех смыслах, и в творческом, и в человеческом, это большой для меня урок. Как Вы следили за тем, чтобы отражены были самые ключевые вот эти вот моменты? И следили ли вообще, как это все происходило? Чуть-чуть вот прям копните, а то мне не хватило. Нет, я не следил, не стоял под креслом в портере, не лежал. Я не Эдуард Владиславович прислал инсценировку. Да, два раза, да? Два раза, да. В отношении первой у меня были не возражения, а именно вопросы. То есть я спрашивал правильно, я понимаю, что вот так это трактуется. А потом пришла другая инсценировка, которая мне, по мне, понравилась. И в дальнейшем я не считал себя в праве, я вообще никогда не вмешиваюсь, по крайней мере, в две вещи. В работы переводчиков. Я всегда говорю переводчикам, когда они спрашивают, вот так это или не так, я говорю. В этой битве выглавлено командующий. И что же я буду вмешиваться? И действительно, то есть переводчикам у меня какой-то более такой свойский язык. Я говорю, что вы здесь все понимаете, что же я буду учить дедушку кашлять. Здесь, в общем, в высшей степени профессиональная труппа и руководитель. Я в театре гость. И было бы странным, если бы я стал выдвигать какие-то... То есть, если бы у меня какие-то были могучие представления о том, как это надо делать, я бы, наверное, их высказал. Но меня вполне устроил подход. Наверное, это Антон Владиславович. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok До новых встреч!